Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья, и я рада видеть вас на своей страничке. Сегодня пришло время очередного видео о творческих покупках. Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной. Итак, первое, что я вам покажу, не совсем относится к творчеству, но позволяет организовать творческий процесс. Посмотрите, какая красота! Это ежедневник, который сделан руками человека в единственном экземпляре. Это просто находка для меня, так как он недатированный, линованный, имеет разноцветные листы, красивые развороты, радует глаз. И на самом деле этот ежедневник приятно открывать, и хочется уже начать в нем организовывать свои дела. Делает такие ежедневники замечательная Дарья. Очень рада была найти ее профиль творческий, ее изделия ручной работы. Увидев данный ежедневник в такой красочной обложке с красочными листами, я поняла, что он должен быть у меня, и с удовольствием его приобрела. Поэтому, если вам тоже нравятся такие блокноты ручной работы, и вы хотите разукрасить свои серые записи яркими красками, то заходите на профиль Дарья. Она может сделать ежедневник под вас, по вашим запросам. То есть, то, что вы хотите, то она и добавит. По качеству, я бы даже не сказала, что это ручная работа, потому что так все аккуратно, филигранно и сделано точно, что это просто сделала такая хрупкая девушка. Даже не верится, потому что все очень качественно и не уступает ежедневникам, которые лежат на прилавках в магазинах. Я бы сказала, даже лучше, потому что он уникальный, индивидуальный, и второго ни у кого такого нет. Поэтому я в данный ежедневник буду записывать ваши идеи к видеоурокам, которые вы оставляете в моей группе ВКонтакте, чтобы они не терялись, и все видеоуроки мои выходили, и все видео на канале выходили вовремя. А все ссылочки на профиль Дарьи, там, где можно посмотреть и приобрести такие замечательные блокноты, и не только, я оставлю в описании к этому видео. Поэтому проходите вниз, разворачивайте описание, смотрите, ищите Дашу. Да, Даши такие творческие оказываются. И смотрите ее замечательные изделия ручной работы. Следующие мои творческие покупки не влезут в кадр. Я зашла в художественный магазин и скупила все большие холсты. Так как сейчас проектов много идей, много картин впереди, много, поэтому я сразу закупилась огромным количеством холстов. Тут у меня и 50 на 80, и 60 на 60, и 60 на 90, и 80 на 60. Огромные холсты, много штук. Буду писать и радовать вас своими работами. А кто хочет посмотреть, что я пишу и какие работы у меня получаются, то смело заходите в мой инстаграм, если вы еще его не видели. Следующие мои покупки тоже относятся к массовой живописи. Это строительные кисти. Я беру обычные с деревянной ручкой строительные кисти из натуральной щетинки. И также беру прозрачный клей-момент для того, чтобы данные кисточки проклеить, чтобы они не линяли. Такие кисти отлично подходят для растушевки первого красочного слоя, когда кисть является посредником между холстом и руками, когда нужно нанести первый тонкий слой, его хорошенько растушевать и растереть. Дорогие кисти используют для этого жалко, так как кисть быстро и стирается. А строительные кисточки отлично для этого подходят. Также строительными кисточками удобно делать всевозможные тычки, эффект травы, водопада. Если вам хочется увидеть видео по модернизации строительных кистей и как использовать их в масляной живописи, напишите об этом в комментариях, я обязательно сниму. Ну, а мои покупки это клей-моменты и строительные кисти. Ими я уже начала пользоваться некоторыми. Тут пока только запакованные вам показала, но с удовольствием ими буду рисовать. Следующая моя покупка опять относится к масляной живописи. Это огромное количество белой вафельной ткани дешевой для того, чтобы нарезать из нее кучу-кучу тряпок и использовать их для вытирания кистей, вытирания рук, растушевок на холсте, всевозможных тычков. То есть такая тряпка, расходный материал, который я использую в масляной живописи. Поэтому запаслась, взялась я 10 метров. Думаю, хватит надолго и буду с удовольствием использовать их в работе. Теперь по масляной живописи все. Также я решила обновить набор пастели и попробовать новую фирму, новую пастель. Взяла себе экстра мягкую пастель Кахинор. В работе еще не использовала. Взяла набор из 36 цветов. На первый взгляд пастель яркая. На сводчах показывают хороший результат. Ложится, тушуется. Посмотрю, как будет вести себя в работе. В инстаграме также напишу свое мнение и покажу работы, которые выполню этой пастелью. Поэтому обязательно подписывайтесь на инстаграм, чтобы не пропустить. Также в догонку к пастели взяла Кахиноровскую клячку серую. Клячка мне такая очень нравится. Бюджетная. У Кахинора мне нравится только серая клячка. Отлично подходит для пастели. Я именно к этой пастельке эту клячку взяла. Поэтому буду также использовать. Беру не первый раз. Клячка нравится, не самая дорогая и отлично себя ведет в работе. Поэтому Кахиноровская серая клячка для тех, кто ищет хорошую клячку для работы пастелью. Также у меня в квартире появился такой вот большой рулончик. Здесь я взяла пастельную бумагу. Опять же фирмы Кэнсон. Так как вы знаете, что Кэнсон это единственная пастельная бумага, которая мне нравится. Другую, которую я пробовала пока, немножко не устраивает моим потребностям, так сказать. И также я здесь взяла акварельную бумагу Госзнак. Тоже решила попробовать. И посмотрим, как она себя поведет в работе с акварелью. Так как впереди я начинаю создавать акварельный курс по архитектуре. Поэтому акварельная бумажка мне нужна разная. Буду создавать акварельные города, акварельные здания. И в скором времени, может быть через месяц, стартанет такой вот у меня акварельный курс. Одна из работ будет выполнена на формате о втором, другая на третьем. И буду использовать в этом курсе именно Газнаковскую акварельную бумагу, так как ее можно найти в каждом городе. Также для акварельного курса архитектурного я взяла новый себе планшет. Планшет деревянный, 30 на 40, для того, чтобы натягивать на него акварельную бумагу. Так как для архитектуры требуется гладкая поверхность. И вы все знаете, что от воды бумагу коробит. И поэтому, чтобы это избежать, бумагу натягивают на планшет деревянный. И уже на натянутой бумаге рисуют акварелью. А если вы на канале хотите увидеть такой ролик, как натянуть бумагу на планшет, то напишите в комментариях. Обязательно сниму и поделюсь с вами. Также вдогонку к этому акварельному курсу я взяла, обновила набор акварельных карандашей. Взяла Кахеноровские, 24 цвета. Беру повторно. У меня уже были такие акварельные карандаши. Они мне очень нравятся в работе. Яркие, хорошо размываются. Я их использую в скетчах, в зарисовках. Также на этом акварельном курсе будут онлайн занятия по скетчингу в городском пейзаже. Поэтому буду использовать именно акварельные карандаши и показывать ученикам, как работать акварельными карандашами. Поэтому взяла побольше цветов. Также вдогонку к этому курсу. И так как я люблю создавать скетчи, кто подписан на меня в инстаграме, видит мой марафон. Где я каждый день даю тему скетча, зарисовки. И многие участники со мной каждый день рисуют. Я большинство своих зарисовок, можно сказать, все свои зарисовки делаю линерами. Поэтому я еще докупила линеры, которые буду использовать и в курсе. И постоянно делаю зарисовки. Беру опять микрон, потому что данные линеры не очень дорогие и удобны в работе. То есть ими хорошо получаются в зарисовке. Взяла разную толщину 0,8, 0,5 и 0,2 для того, чтобы показывать плановость. То есть в линейном рисунке все знают, что чем ближе к нам, тем линия толще. Чем дальше от нас, тем линия тоньше. Поэтому я и беру разные толщины линеры, чтобы показывать пространство даже в линейном рисунке. И последнее, что я вам покажу, это рамочки. В этом месяце я купила много рамочек и начала оформлять свои работы и развешивать их на стенах. Потому что я как сапожник без сапог, зайдя в мою квартиру раньше и не поймешь, что здесь живет художник, только зайдя в мою мастерскую. А по всей квартире у меня голые стены и картин нет. Я решила это исправить и часть работы оформила и развесила. Начала с прихожей. По-моему, получилось неплохо. И сейчас, когда заходишь ко мне домой, то сразу видно, что что-то тут не то и кто-то здесь рисует. Но так как я девушка, сверлить стены я не умею. И постоянно вызывать мастера для того, чтобы он тебе повесил картину, мне кажется, это занятие такое не очень быстрое. Так как никогда не знаешь, когда тебе взбредет голову мысль повесить картину. И здесь на помощь мне пришли вот такие вот липучки. Универсальная, офигительная вещь, которая теперь постоянно есть в моей квартире, постоянно покупаю. То есть, это липучки для того, чтобы повесить картину на стену, а потом эту липучку можно убрать, если ты хочешь картину перевесить. По-моему, уникальное изобретение, которое прям спасает жизнь. И я могу теперь вешать картины куда захочу. Мне при этом не нужно сверлить стену. Это, по-моему, здорово. Поэтому обратите внимание на такие вот липучки. Беру я липучки для тяжелых картин, разрезаю их напополам. И их хватает надольше, чем обычные липучки, которые предназначены для средних работ. Поэтому это вам как лайфхак. Берите для тяжелых работ. И можно повесить большее количество картин. И на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было и интересным, и полезным. Все-таки стараюсь не просто показывать, что я купила, а рассказывать хоть небольшую полезную информацию. Поэтому, если вам понравился ролик, вам нравятся ролики данного формата, то обязательно поставьте лайк, чтобы я понимала, что еще снимать и снимать, и такие ролики будут в будущем. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока. Пока-пока.